Узбекистан и Нидерланды являются отличными партнерами во многих отношениях. Что касается сельского хозяйства, то обе страны имеют давнюю традицию. В частности, оно является приоритетной областью двустороннего сотрудничества. И вместе с правительством Узбекистана Нидерланды могут внести свой вклад в дальнейшее развитие растениеводства и животноводства в Узбекистане. Об этом было сказано на узбекско-нидерландском агробизнес-форуме, прошедшем в Самарканде. Я был здесь первый раз 30 лет назад. Вы можете себе представить, что я вижу, что такое, что изменилось здесь. Нет, много всего к лучшему действительно меняется сейчас. Я вчера в Ташкенте поговорил с представителями ЕС, которые работают постоянно здесь, с представителями Азиатского банка развития, Европейского банка развития, Международный фонд денежный. Они все мне говорят, что действительно сейчас это тот момент, чтобы быть в Узбекистане. Если бы сейчас, я думаю, иностранные компании не приезжают сюда, тогда они уже опаздывают. Представители более 40 голландских сельскохозяйственных компаний находятся с визитом в Узбекистане. В начале недели подобное мероприятие прошло в столице. Работа в данном направлении продолжилась в Самарканде. Гостей поприветствовал Хуким Самаркандской области Эркинджон Турдымов. В своем выступлении ознакомил нидерландских предпринимателей с экономическим потенциалом Самаркандского региона. Семаркандская области Эркинджон Турдымов. Со стороны гостей было отмечено, что Нидерланды занимают лидирующие позиции в сфере высококачественного материала для размножения и разведения, современных технологий, инновационных продуктов и специальных знаний. На сегодняшний день Королевство стоит на втором месте в мире по экспорту после Соединенных Штатов Америки. Сумма прошлогодних показателей составила 90 миллиардов евро. Цифры по импорту чуть меньше – 60 миллиардов. Причем импортная продукция перерабатывается и отправляется на экспорт. Констатировалось, что во многом успех в сельском хозяйстве зависит от того, что 70% голландских фермеров имеют специализированное высшее образование. Представители нидерландских компаний ознакомили присутствующих со своей деятельностью в основных блоках, таких как теплицы, плодо-овощеводство и логистика, а также животноводство, птицеводство и торговля. Мы ехали вчера из Ташкента в Самарканд и видели, что очень много задействовано новых проектов, как в Ташкентской области и уже в Самарканде тоже. И поэтому мы видим, что есть большой интерес. Мы получаем запросы от узбекских предпринимателей именно по вопросам озеленения. Мы, конечно, присматриваемся, но мы бы хотели найти хорошего партнера здесь желательно в районе Самарканда, потому что у вас очень много солнечных дней. И попробовать организовать совместное производство здесь декоративных, именно декоративных растений. Для развития агробизнеса в Нидерландах характерны непрерывные инвестиции, инновации и партнерские отношения. Большинство компаний, участвующих в торговой миссии, активно работают в области растений и водства, включая тепличные и картофельные сегменты. Другая часть компаний занимается животноводством, в частности птицеводством и молочными продуктами. В словам участников, открытый диалог позволил четко обозначить сферу взаимных интересов для дальнейшего углубленного взаимодействия, а именно проработку перспективных проектов и соглашений и определение эффективного формата взаимодействия предпринимательских кругов Самарканской области и Нидерландов. В Парантуре встрече деловых кругов обеих сторон в формате B2B, а также посещение предприятий области, специализирующихся на выращивании и переработке плодоовощной продукции, растений, водстве, садоводстве, выращивании крупного рогатого скота, строительстве теплец и других сферах.